добрый день дорогие друзья добрый день дорогие уважаемые подписчики опять прошло несколько недель после последнего выхода ролика который я снимал ну так получилось что предпраздничная гонка все заняты какими-то делами кто коллекционными делами кто семейными делами поэтому немножко был занят по хозяйству вот сейчас возвращаемся к роликам что я хотел бы вам рассказать сегодня вы знаете уже не первый ролик я снимаю и вот я задумался о такой мысли что рано или поздно конечно же повторяются предметы кто-то может сказать вот уже видели мы красное знамя уже видели мы орден славы уже видели мы ордена красной звезды давай нам что-то крутое ну к сожалению не каждый день удается снимать полководческие ордена я конечно буду стараться чтобы вы могли увидеть не только предметы которые многие из вас уже не раз видели а что-то новенькое что-то из более элитарных предметов советской фалеристики но пока так получается что я буду радовать вас боевыми комплектами рассказывать истории героев великой отечественной войны за что получали награды читать наградные листы и стараться показывать вам такие некие нестандартные комбинации медалей орденов либо знаков которые попались мне в руки и иногда я всегда говорю вроде бы гвардейский знак довольно распространенная позиция для коллекционера но вот документ на гвардейский знак выписанный в годы великой отечественной войны это довольно редкая позиция потому что наверное тяжелые дни войны стерли и спепелили эти предметы они лежали в карманах или в сумочках у бойцов где-то попадали в дождь в грязь суровые зимы и эти бумаги исчезали исчезали до наших дней дошло мизерное количество удостоверений к гвардейским знакам казалось бы это не орден полководческий а предмет нестандартный вот и сегодня я хочу показать вам нестандартную подборку наградных нагрудных знаков которые лично я в первый раз в своей жизни держу в руках именно в том виде в котором я вам сейчас это покажу вперед вот друзья нагрудные знаки одного воина вот в таком виде как вы видите я это нашел недавно на днях и это попадает в наш музей говорят что эти два знака за службу вооруженных силах ссср за отличие воинской службе вроде бы давали в таких вот также таких же красных коробках не знаю правда это или нет но так мне это принесли и что интересно что редкость на мой взгляд заключается в том что один человек заслужил две степени наверняка это не редкость что такое было чаще всего попадается вторая степень вторая степень этих знаков а что тоже не так часто попадается с документом а вот что попалось с с и первое в за отличие воинской службы первой степени это довольно редкая позиция а как вы думаете на ваш взгляд мне кажется что это очень редко и интересно если сами знаки мы рассмотрим ну значит оба они имеют винтовое крепление первая степень вы наверняка уже встречались с этим знаком это для вас не новость паянный винт видите здесь паянный винт гаечка клемма монетного двора это вы все знаете и не раз видели я уверен в этом если мы возьмем вторую степень значит здесь тоже винт паянный винт паянный существует еще разновидность когда этот винт крепился вот к этой звездочки сквозь колодку другой тип крепления винта то есть единое целое бывает винт вместе со звездочкой вот на заколке никогда таких не встречал тоже здесь вот гаечка все в наличии что интересно что присутствует также даже не знаю как это назвать поздравительное письмо представление где написано что прапорщику анатолию григорьевичу сердечно поздравляю вас награждением высокой парительственной наградой медалью за отличие воинской службы второй степени конечно же это медали я назвал их знаками и извиняюсь за оговорку желаю вам новых успехов в службе крепкого здоровья и личного счастья подписал командующий войсками краснознаменного одесского военного округа генерал-полковник волошин 23 февраля 78 года вот он а первую степень уже вручили в марте 86 года немногим после того как вручили медаль юбилейную медаль ветерану вооруженных сил ссср которая также здесь присутствует что интересно простая вроде бы медаль но каждая медаль для воина это большая гордость и большая честь все-таки ветеран вооруженных сил много лет отдал службе в армии еще в советское в давнее время послевоенное людей военных офицеров за выслугу лет награждали сначала медалью за боевые заслуги потом вручали красную звезду по моему за 10 лет давали боевые заслуги за 15 лет красную звезду за 20 лет выслуги в красной армии вручали орден красного знамени а за 25 лет вручали орден ленина ну потом по моему в 56 или 57 году поправят меня старожилы этот закон был упрощен и эти награды уже не выдавались тогда выдавали медали за выслугу лет ну тогда я не помню вроде что была медаль ветеран порженных сил а вот уже 70-е годы в 80-е годы вручалась такая медаль но вот тут что интересно именно три удостоверения на одного человека такой красивый интересный на мой взгляд комплект который объединяет вот эти вот два две медали за отличие воинской службе и это очень здорово и на мой взгляд очень красиво и очень редко не каждый день я помню можно было увидеть это были не офицеры это были прапорщики которые сержантский состав которых награждали двумя такими медалями в данном случае в комплекте еще присутствуют вот такие два знака воин-интернационалист и знак гвардия они тоже винтовые значит к сожалению документа на воин-интернационалист здесь не было я провел определенную работу в анализ проверил согласно вот этих вот кстати вам советую так делать что я здесь обратил внимание воинская часть 12 139 воинская часть которая которая вручала 12 139 этот эту медаль проверил по базе данных воинских частей вот это вот войсковая часть проходила по афганистану то есть по всей вероятности наш герой ветеран войны в афганистане то есть воинскую службу наш герой вел во время помощи афганскому народу в те тяжелые годы когда красная когда советский союз участвовал войне в афганистане так что можно считать что эти награды воина афганца если кто-то какую-то информацию дополнительную имеет буду рад в ее выслушать сегодня был вот такой обзор если он вам понравился делитесь этим видео нажимайте на колокольчик всего вам доброго с вами был александр тихман до свидания